Всем привет! Впереди праздник весны, любви и женственности. И я, конечно, не могу сказать за всех, но лично для меня и все-таки мне кажется, что для многих женщин 8 марта ассоциируется с конфетами Рафаэла. Поэтому я предлагаю вам сегодня приготовить не конфеты, а целый торт Рафаэла. Он состоит из двух основных компонентов. Это кокосовый бисквит и сливочный крем. И начинаем приготовление мы с кокосового бисквита. Для него нам понадобится кокосовая стружка, мука, разрыхлитель, сахар и яйца. И прежде всего в дежу комбайна отправляем яйца и минутку-две взбиваем их до однородной структуры. Теперь добавляем сахар и взбиваем до пышной светлой массы, до полного растворения сахара. На этом может уйти до 10 минут, если вы взбиваете, как и я в комбане, и до 15, а то и 20, если вы взбиваете ручным миксером. Этим этапом лучше не пренебрегать, взбивать массу максимально, потому что это ключевой этап в приготовлении бисквита. Именно от того, насколько хорошо вы взобьете яйца с сахаром, зависит пышность, воздушность и активный рост вашего бисквита. Спустя 15 минут взбивания получается воздушная светлая масса. Обязательно проверяйте, растворился ли полностью сахар, протирая тесто между пальцев. И хорошо взбитая масса венчиком рисует рисунок на тесте. К муке добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Добавляем муку в взбитой массе, обязательно ее просеивая, тем самым насыщая кислородом. Такое количество муки добавляем тремя заходами. Перемешиваем аккуратно, чтобы не нарушить воздушность, при этом не сильно медленно и не нужно постоянно проворачивать дежу. Не забывайте периодически промешивать тесто круговыми движениями лопатки, чтобы промешать муку, которая может остаться на дне, либо в середине теста. Добавляем кокосовую стружку. Я буду выпекать бисквит в кольце диаметром 20 см. Обтягиваю его фольгой. Ставлю на противень и выкладываю тесто. Сверху немного разравниваю ложкой. Отправляем бисквит в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна быть сухая. Бисквит готов. Отставляем его в сторону, он должен полностью остыть. Я его снимаю с противня, чтобы он лишний раз не пересушивался. И пока что про него забываем. А в это время переходим к крему. Для крема нам понадобятся сливки, белый шоколад, сгущённое молоко и кокосовая стружка. И вначале отправляем сливки в дежу комбайна. И взбиваем их практически до устойчивых пиков. Пока сливки взбиваются, растапливаем шоколад в микроволновке, либо на водяной бане. Перемешиваем шоколад со сгущёнкой. Отправляем дежу к сливкам и взбиваем до устойчивых пиков. Смотрите, какая получается консистенция. Крем очень нежный. Добавляем к нему кокосовую стружку. И перекладываем в кондитерский мешок без насадки. Пока бисквит ещё остывает, убираем крем в холодильник, для того, чтобы он не таял под воздействием комнатной температуры. Ну а после того, как бисквит полностью остынет, перейдём к нему. С остывшего бисквита снимаем фольгу. И острым ножом отделяем его от кольца. Смотрите, какой пышный и красивый получился бисквит. Срезаем верхушку. Она у бисквита не нужна, и при желании можно даже срезать дно. Бисквит будем делить на три части, поэтому я делаю насечки, чтобы разделить его равномерно, и отрезаю первый корж. Затем оставшуюся часть разделяю на второй и третий корж. Вот такие три коржа получились. Дополнительно понадобится кокосовое молоко для пропитки коржей, это обязательно, потому что в наш бисквит не входит ни растительное, ни сливочное масло. Бисквит достаточно сухой, поэтому пропитать его нужно обязательно. Если у вас нету кокосового молока, пропитывайте сахарным сиропом. Кстати, кокосовое молоко я покупаю в супермаркете не в отделах для молочной продукции, а в отделе продуктов для азиатских блюд. Там продается и кокосовое молоко, и кокосовые сливки в жестяных баночках разных размеров. Также понадобятся миндальные лепестки, их можно заменить цельным миндалем, желательно без шкурки, но я отдаю предпочтение лепесткам, потому что так торт легче будет разрезать. Кокосовая стружка для посыпки готового торта и конфеты Рафаэла для декора. Можно купить готовые оригинальные конфетки, можно сделать самостоятельно. Давайте собирать торт. На презентационную тарелку кладем кольцо, в котором выпекался бисквит, чтобы ровненько собрать торт. Я дно бисквита не срезала, поэтому пропитываю нижний корж с двух сторон. С пропиткой будьте осторожны, чтобы не переборщить, просто смотрите, насколько сильно бисквит впитывает влагу. Кладем корж на тарелку и пропитываем его с другой стороны. Также не забывайте пропитывать более подсушенные края. Распределяем по кругу крем одним слоем и расправляем его ложкой. Присыпаем миндальными лепестками. Кладем второй корж, немного придавливая. Теперь делаем то же самое. Пропитываем. Распределяем крем. Посыпаем лепестками. Накрываем третьим коржом, который тоже немного пропитываем. Снимаем кольцо. Полосками отсаживаем крем по бокам и на верхушке торта. Теперь выравниваем шпателем по бокам и на верхушке. Продолжение следует... Продолжение следует... Присыпаем кокосовой стружкой. Конечно же вытираем бортики тарелки и ложкой поправляем низ торта. И наконец расставляем конфеты. Для торта диаметром 20 см мне понадобилось 8 конфет. Получается очень нежный, красивый тортик. И чуть не забыла вам его показать в разрезе. Показываю уже что осталось. Наш праздничный, невероятно воздушный, нежный торт Рафаэлла готов. В принципе его уже можно ставить на стол, но в идеале, если у вас есть время отправить его в холодильник на часа 3-4 на стабилизацию. Если вы любите Рафаэлла, то этот торт точно для вас. Обязательно пробуйте его готовить и делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и ставьте ваши лайки. Я вас поздравляю с прекрасным женским праздником и желаю вам счастья, любви, мира и добра. Встретимся в новых видео.